Азербайджан и НАТО Азербайджан и НАТО В частности, об этом может свидетельствовать недавнее увеличение нашего миротворческого контингента в Афганистане в рамках небоевой миссии НАТО решительная поддержка. Как бы вы оценили текущий уровень сотрудничества? Если уже тогда Альянс в тот момент обратил такое внимание Азербайджану, это говорит о том, что у этого Альянса очень сильный аналитический центр, это служба, которая там уже тогда видит, что, где и к чему как. И в этом плане, естественно, то, что вы сказали уже сегодняшнее, то, что там Альянс так нуждается в Азербайджане, допустим, хотя там гуманитарно, скажем, то, что вы говорите в Афганистане, это наш контингент. Ну, как бы ни было, Азербайджан уже в течение многих лет и насчет Ирака, и там, когда мы помним, что Соединенные Штаты Америки там вроде сворачивали свои деятельности, как-то там военные грузы переправлялись через Азербайджан. Азербайджан в этом плане оказал очень-очень солидную, скажем, там, содействие именно транзитное содействие, там, скажем. Как и сегодня это продолжается. Да, да, и продолжается. Хотя, хотя, да, мы знаем, что как бы не только НАТО и еще другие организации, другие блоки, там, союзы всегда больше всего, как бы, скажут, да, на передный план там вот именно тех стран, которые заявляют, что мы хотим вступить в этот Альянс или в этот организм. А вот видите, Азербайджан, как вы правильно отметили, Азербайджан, не ставя своей целью, не заявляя там, что о том, что вот наша конечная цель вступления в Североатлантический Альянс, тем не менее, играет такую интересующую роль для этого Альянса. Это говорит о том, что, значит, в Альянсе и не только в Альянсе, и вообще во всем мире ведущие страны, в том числе входящие в Североатлантический Альянс, в эту НАТО страны, ведущие страны мира, очень прекрасно понимают, что к чему и кто есть кто. И в плане имеется в виду значение значимости страны, и в плане значимости лидера этой страны. Вот поэтому в этом плане я думаю, что можно сказать, как бы сказать, причем не только можно сказать, но как минимум это мое мнение, и думаю, что и многие аналитики во всем мире, не только думая, я знаю, убежден, что разделяют это мнение, что именно в НАТО очень довольны сотрудничество с Азербайджаном. Мы знаем, что мы проводим совместные семинары, совместные учения, и по многим стандартам сейчас, по многим показателям Азербайджанская армия, соответственно, стандартам Североатлантического Альянса. Есть ли вот эти сотрудничества настолько тесны, что обе стороны отсюда имеют свою взаимовыгоду? А есть ли вот, допустим, такая необходимость вступить в этот блок? Более того, учитывая то, что Азербайджан декларирует и на самом деле ведет независимую политику, в отличие от многих стран, вы как отметили... Да, на счет этого я скажу, да, в данном вопросе, да. Да, идет независимую политику, это как бы даже исключает в какой-то мере вступление в подобного рода блоки. Давайте не забудем о том, что Азербайджан в 2011 году вступил в движение неприсоединения, да, мы знаем, что... Я думаю, что это и как раз тогда был очень мудрый шаг, очень мудрый шаг, то, что творилось в мире тогда, мы уже поняли, видели уже, какие там идут столкновения, какие уже геополитические... Какая геополитическая разворачивается практически во всех точках мира, и поэтому это было очень мудрое решение. Почему? Потому что Азербайджан и, как бы, скажем, напористым сторонам, и, как бы, защищающимся, или, как бы, скажем, недовольным сторонам, как бы, всегда показывают, что Азербайджан всегда будет от них находиться в равноудаленности. Неоднократно президент Азербайджана Айдхам Алиев, господин Айдхам Алиев заявил о том, что даже при сотрудничестве не только, там, скажем, какими-то организациями или блоками, не входя в этот блок, даже в эту организацию, и из двухсторонных отношений с разными странами, Азербайджан никогда не ведет такую политику, что это партнерские отношения или союзские отношения были направлены против третьей стороны. Вот я думаю, что вот именно в этом плане президент Азербайджана тогда принял очень мудрый шаг, чтобы, тем более, всем показать, мы для сотрудничества, для взаимовыгодного сотрудничества, особенно, в частности, для экономического и экономического развития, мы открыты для всех. В последнее время Армения довольно активно заигрывает с НАТО. Не является ли попыткой Еревана неким образом шантажировать Россию с тем, чтобы добиться у нее каких-либо дивидендов в том же, скажем, урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта? Решат Малам, здесь ничего удивительного нет. Вы очень правильно ее четко и четко заметили. И причем это происходит не только сегодня и не последние годы. Столетняя эта история, хотя бы самая последняя, когда международные игроки, акторы на Южном Кавказе, именно используя свои каростные цели, какие-то свои геополитические интересы, отрезали азербайджанские земли и создали искусственно армянское государство. И я к чему говорю? Естественно, это все есть. Это, конечно, шантаж. И тем более, допустим, мы знаем, что в последнее время, несколько месяцев тому назад, Армения все-таки разными плачами, разными какими-то действиями все-таки добилась, чтобы Россия уже выделила 200 миллионов кредит тражами. В принципе, там договор был давно заключен. На покупку вооружения российского же. Да, да, да. Но весь вопрос в том, что это всегда у них. Естественно, тут есть эта политика шантажа. Вот, а у них такое есть. Почему? Потому что там тоже определенные силы. Естественно, кстати, и НАТО, и Запад очень умело стараются, пытаются воспользоваться этой ситуацией. Там есть какие-то про Запад, есть какие-то про Россию. Есть радикальные. Да, есть радикальные идеи. Но весь вопрос в том, что всегда они вот именно, то одна сторона, то одно крыло, то другое крыло, там всегда стараются вот кого-то шантажировать, добиться то, от той или иной стороны для себя определенный дивиденд, то, что вы сказали. Экономические, политические, не знаю, военные. Но весь вопрос в том, что, понимаете, вот вы хорошо сказали этот вопрос, вот это заигрались, заигрывают, да? Заигрывают. Россия постоянно заявляет о поддержке территориальной целостности Азербайджана, но при этом отмечает, что не намерен принимать участие в процессе урегулирования. Вот как на ваш взгляд, Сальмарин, не принимая участия в переговорном процессе, может ли, тем не менее, НАТО, скажем, потенциально внести какой-то позитивный вклад в решение конфликта? Я вам скажу, очень даже легко. Я думаю, не только НАТО, любое государство, которое не является модератором в переговорном процессе, при проявлении нужной политической воли и силы, запросто может участвовать. А что, допустим? Каким образом? Вот что скажу. А что? Очень просто. Очень интересно. Передать астракизму агрессору к сторонам. Как минимум. Как минимум. С другой стороны. Прекратить с ним всякие, с этой стороны, всякие партнерские отношения или, скажем, взаимовыгодные сотрудничества. Именно ввиду того, что это государство, нарушаясь нормы. Да, будем на агрессорах. Ну, допустим, те страны, которые входят в НАТО в индивидуальном порядке, с Арменией прекращают там всякие, вот все эти свои там взаимоотношения, все связи экономические, политические, и оказывают политических хотя бы давление. Насколько это реально? Нет, вот, понимаете, к сожалению, во многих европейских странах, ну, мы знаем, да, в принципе, там, НАТО, там, практически все европейские страны, в западных странах, вот есть такие, видно, что там мощное армянское лобби, там, для себя сделал очень хорошее, там, скажем, место, или, скажем, там, ложбину. И вот, пользуясь вот этими, вот этими услугами, услугами продажных политиканов, вот, а эти политиканы в той или иной мере, там, оказывают сильное и мощное влияние на принятие политических решений и на общественные мнения в своих странах. И вот, скорее всего, вот это очень сильно мешает, и с другой стороны, и с другой стороны, все-таки, опять же, геополитический интерес. Хотя, я сам являюсь геополитическим, и, ну, раз, вот, разбираю вот этот вопрос, вот, поэтому именно ваше мнение было очень интересно. Да, до меня, честно говоря, не доходит, вот, какие геополитические интересы там есть. Я, при этом, не находя вот конкретного ответа, и причем разумного ответа на этот вопрос, самим же поставлен, в конечном итоге прихожу, знаете, к какому только мнению. Просто армянство, армянство всегда было очень удобным инструментом в чужих руках, в руках разных стран, у которых есть собственные геополитические амбиции, а Азербайджан, Азербайджанская Наталья, никогда не был инструментом в чьих-то руках, грязным инструментом, и никогда этого себе не позволит. И в НАТО очень, и на Западе очень хорошо разбирается в том, что кто есть кто. Вот поэтому, думаю, что политика Азербайджана очень четко выстроена. У Азербайджана только одна амбиция. Быть сильным государством. Политико-экономическим и военным смыслом. Обеспечить свой национальный интерес. Да, вот этого достаточно. Вот это и самая на лучшую политика. Причем, видите, как Азербайджан и в военном положении, и в экономическом положении ни у кого ничего не клянчит. Ни от кого не зависит. Не зависит. Наоборот, сам может предложить. Даже иногда, допустим, да, вы знаете, да, вот Москва почему там вот с нами, хотя при таком сотрудничестве с НАТО, а почему Москва с нами там вот так хорошо сотрудничество в военно-технической сфере? И сколько факторов. И геополитический, и политический, и экономический фактор. И гуманитарный, и нравственный. Обязательно, партнерское отношение. Вот поэтому Азербайджану такое доверие и со стороны НАТО тоже. Но и с другой стороны, я думаю, что вот и как бы продолжение вот ответа к вашему последнему вопросу. НАТО как еще может подействовать, вот как бы скажем, в этом плане там торжеству там справедливости, торжеству там международного права? Мы знаем, да, что вот у НАТО есть такая организация, парламентская ассамблея, и периодически, периодически, да, там у них на сессиях там принимаются, рассматриваются вопросы там, этнические конфликты там на постсоветском пространстве. Да, и делегация Азербайджана выступает очень активно на эти заседания. Да, 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 очень отрадно. И, скорее всего, это тоже является одним из показателей. Очень отрадно, что в последнее время, когда рассматривается этот вопрос и принимается итоговая декларация в этих заседаниях, на этих заседаниях, и уже в отличие предыдущих годов, ну как бы скажем, уже конкретно там тоже указывается целостность, территориальная целостность Азербайджана, естественно, в контексте всех постсоветских стран. Я думаю, что, скорее всего, вот это сыграет свою положительную роль, и я думаю, что в этом плане еще у сотрудничества там Азербайджан-НАТО еще есть очень много страниц, которые там, очень там положительные страницы, которые мы будем еще свидетелями в дальнейшем, в нашем поколении, потом в следующее поколение. НАТО больше нуждается в нас, чем мы в НАТО. Почему? Потому что, да, вот там есть какие-то там, вот скажем, стандарты, где там мы уже там перенимаем у НАТО, а если посмотреть со стороны, пользы от Азербайджана больше для НАТО. Ну НАТО, на что мы говорим? Да, вот когда на Горно-Карабахском конфликте, вопросы на Горно-Карабахском конфликте НАТО также будет полезна для нас, вот тогда мы скажем, что мы практически уже идем как бы на паркетных основах, да, на паркетных основах мы сотрудничаем и пользу получаем. Понимаете, любое сотрудничество, согласитесь, да, хоть с НАТО, там, хоть с какими-то органами, хоть в двусторонних отношениях, любое сотрудничество не должно носить характер там игры в одни ворота. Вне всяких сомнений, оно должно быть взаимовыгодно. Да, дружба и, соответственно, должно быть взаимопонимание. И взаимопонимание должно быть. А то получается, что да, вот вы для нас все делаете, а мы там посмотрим, что такое. Ну, во всяком случае, я думаю, что вот это сотрудничество Азербайджана с НАТО, и во благо для обоих стран, я думаю, что это играет еще очень большую роль, обеспечения безопасности, скажем, на Южном Кавказском регионе. И, естественно, здесь очень большая заслуга и очень большая ключевая роль Азербайджана, как лидера по всем параметрам Южного Кавказа, и еще во всем мире, с учетом того, что сегодня мы знаем, что НАТО является единственным таким дееспособным актором. Да, политико-военным блоком, вот так скажем, это и актором. Ну, естественно, я думаю, что вот дай Бог каждой стране вот такую сотрудничество, как между Азербайджаном и НАТО. Большое спасибо, Сайль Майм, за очень интересную и содержательную беседу. Спасибо взаиму. Напомню, мы говорили о сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО с политологом Сайлем Искандером. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова